По-новому будет определяться дата возникновения права на имущественный вычет. Статус временного земельного участка будет исключен из ЕГРН. Искровый счет. Техосмотр отменен, но не для всех. Банки не вправе взимать специальные комиссии. Эти и другие темы рассмотрим сегодня в выпуске. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом-экспертом Евгением Корсакином. Оформляйте подписку на канал, если не подписаны, и мы начинаем! Шаг 1. По-новому будет определяться дата возникновения права на имущественный налоговый вычет. Соответствующие изменения действуют с 1 января 2022 года. В какой же момент возникает право на получение имущественного вычета, связанное с приобретением недвижимости? В попункте 2 статьи 3 220 Налогового кодекса установлено, что при приобретении земельных участков или доли в них для ИЖС, имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику после регистрации права собственности на такой жилой дом. Также, согласно новому попункту 220 статьи Налогового кодекса, при приобретении прав на квартиру, комнату или долю в них, в строящемся доме, то есть в новостройке право на имущественный налоговый вычет возникает с датой передачи объекта строительства застройщикам и принятия его доличекам, то есть с момента подписания передаточного акта. Обращаю внимание, что эти положения 220 статьи Налогового кодекса применяются, если акт приема передачи подписан с 1 января 2022 года. Ну и в этом случае налогоплательщик вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации права собственности на квартиру, комнату или долю в них. Переходим к шагу номер 2. Шаг 2. С 1 марта 2022 года статус временного земельного участка будет исключен из сведений ЕГРН. Как же изменить временный статус земельного участка на актуальный? Вам нужно до 1 марта 2022 года зарегистрировать в ЕГРН. Первое. Права на такой земельный участок. Второе. Аренду, безвозмездное пользование, если участок находится в государственной или муниципальной собственности. Если вы не сделаете это до указанной даты, то земельный участок будет исключен из ЕГРН. Статус записи о нем будет изменен на архивное. Однако это не касается земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Шаг 3. ДДУ и искровый счет. Актуальная тема, которой мы уделили особое внимание этого выпуска. Итак, денежные средства, размещенные на счете и скрову, для расчетов по договору участия в долевом строительстве, подлежат страхованию. То есть, в случае недостроя или, хуже всего, банкротства застройщика, у дольщика возникает право на получение страхового возмещения. В том числе у лица, которому до наступления страхового случая перешли права и обязанности по ДДУ. Проще говоря, если вам переуступили права по ДДУ, эти положения предусмотрены федеральным законом номер 177 в новой ожидаемой редакции от 1 марта 2022 года. Возмещение по счету и скрову для расчетов по ДДУ выплачивается в размере 100% суммы, находящейся на указанном счете и скрову на день наступления страхового случая, но не более 10 миллионов рублей. Важно знать, что такое возмещение по счету и скрову рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам. Например, если у вас имеются денежные вклады в банках. Если вкладчик имеет несколько счетов и скрову в одном банке, а суммарный размер превышает 10 миллионов рублей, например, если вы купили несколько новостроек, возмещение выплачивается по каждому из этих счетов и скрову, пропорционально их размерам, но в совокупности в размере не более 10 миллионов рублей. И еще на тему застройщика и собственника. После возведения МКД застройщика не освободят от ответственности за недостатки после окончания гарантийного срока, указала Кассация. И по правилу ниже стоящие суды. Само по себе обнаружение недостатков после окончания гарантийного срока не освобождает застройщика от ответственности. Но его вину должен доказать истец, что недостатки произошли именно в пределах гарантийного срока. Вы можете обратиться ко мне для проверки компания-застройщика. Я внимательно проверю на наличие долговой нагрузки, посмотрим финансовое состояние застройщика, суды и так далее. От меня вы получите юридическое заключение с выявлением рисков и рекомендациями. Ссылку на сайт по сопровождению найдете в описании под видео. Переходим к шагу номер 4. Шаг 4. Я напомню, что в конце 2021 года Госдума отменила обязательный техосмотр. Но не для всех. Итак, собственникам легковых авто и мотоциклов не нужно будет проходить техосмотр, если на ТС ездят только в личных целях. По общему правилу будет добровольным. К личным целям нельзя отнести использование ТС как такси, по служебным делам и так далее. Если физлицу нужно, например, зарегистрировать смену владельца ТС старше 4 лет, ГИБДД сможет потребовать действующую диагностическую карту. В ней должно быть заключение о безопасности ТС. Напомню, карту оформляют по итогам техосмотра. Ну а мы переходим к шагу номер 5. Шаг 5. Верховный суд Российской Федерации напомнил, банке не вправе взимать специальные комиссии за сомнительные операции. Пример из практики. Общество в течение нескольких дней осуществило 5 денежных переводов со счета в банке двум физлицам на сумму более 600 тысяч рублей. Банк признал операции сомнительными и списал с общества комиссию. Он применил так называемые заградительные тарифы, которые установил для борьбы с отмыванием преступных доходов. А Верховный суд отметил, банк признал переводы сомнительными, но в то же время не потребовал от общества пояснений или сведений об экономическом смысле этих операций. Именно по этой причине ВС посчитал взимания комиссий неосновательными. Шаг 6. Дебоширов на борту в самолете теперь повяжут. Экипаж самолета по приказу командира будет использовать спецсредства сдерживания дебоширов. Командир самолета или другого воздушного судна сможет приказывать экипажу и сотрудникам службы безопасности применить дебоширу спецсредства для сдерживания. Речь идет о лице, которое вопреки распоряжениям командира продолжает угрожать безопасности полета или жизни и здоровья других лиц. Правительство определит, как экипажу и сотрудникам службы авиабезопасности пресекать такие нарушения на борту, а также установит перечень спецсредств и правила их использования. Ношество вступит в силу с 5 июня 2022 года. Вот документ. Ну а мы переходим к шагу номер 7. Шаг 7. С января в систему быстрых платежей хотят добавить переводы между компаниями и индивидуальными предпринимателями. Сейчас система позволяет делать переводы между физлицами, от них компаниям ИП самозанятым и наоборот. По планам ЦБ с 2022 года банки смогут дать бизнес-клиентам, юрлицам ИП и самозанятым возможность рассчитываться между собой через систему быстрых платежей. Друзья, пишите ваше мнение по темам в комментариях. Подписывайтесь на наш Дзен канал, жмите ваши лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»